Росстат представил исследование о верности семейным традициям. По данным статистики, число людей, состоящих в официальном браке, среди представителей серебряного поколения, выше, чем в других возрастных категориях. Тему продолжит наш корреспондент. С точки зрения теории поколений, современные дедушки и бабушки относятся к поколению бэби-бумеров, с которого стартовал разводный тренд, а вот их внуки — представители поколения Z, для которых семья — главное богатство. Самая высокая ценность семьи наблюдалась у так называемого молчаливого поколения, которые родились в период с 1924 по 1943 года. Нацеленность на поддержание брака на протяжении всей жизни станет отличительной чертой и поколения Z. Дети и подростки, которые родились с 2003 года и будут рождаться до 2023 года, ориентируются на модель «одна семья на всю жизнь». Как молодежь относится к семейным ценностям, мы узнали на улицах Твери. Как вообще относитесь к таким ценностям семейным, как любовь, семья, верность, уважение? Положительно. Готовы вообще в будущем создать семью, обзавестись потом? Да, планирую, как и все нормальные люди, я думаю. Институт семьи, в принципе, держит вся страна, то есть его стоит развивать. Забота о своем партнере — это еще является одной из важнейших частей отношений. Готовы брать на себя ответственность? Разумеется. И это любому человеку нужно, не обязательно от родственников, от любимого человека. Это всегда нужно, так как мы находимся в обществе, в социуме. Любовь — это, вероятно, это очень субъективное для каждого человека чувство. И, наверное, я останусь при своем мнении, которое не буду его озвучивать. Кроме того, в обществе идет громкая дискуссия, которую слышат и дети, о необходимости сохранения семьи и о том, что заботятся о детях лучше в паре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!